Время новостей на канале Абаза. В студии Неса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. День знаний в Абхазии. Начался новый учебный год. Ответы на актуальные вопросы. Пресс-конференция Рауля Хаджанба. Любовь возвратится к тебе. Концерт Александра Серова в Сухуме. 1 сентября. День знаний. Начало нового учебного года. Тысячи учащихся по всей республике пришли в обновленные школы, отдохнув за летом, набрав сил и энергии для продолжения учебы. 165 школ распахнули сегодня свои двери в Абхазии. В первый класс в этом году пошли более 1900 ребят. Около 900 из них – столичные первоклассники. 110 первоклассников пошли сегодня в первый класс в Сухумскую 10-ю среднюю школу, где в этом году четыре первых класса. Нарядные, волнующиеся, с цветами, немного растерянные, но вместе с тем счастливые первоклассники стараются внимательно слушать все, что им говорят взрослые, внимая каждому слово. День знаний прошел 1 сентября во всех школах столицы. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционные уроки мира. Для тех, кто впервые переступил школьный порог, этот день самый долгожданный. В 10-й горской средней школе в этом году 110 первоклассников. Уже по сложившейся традиции в 9 утра началась линейка. Их в огромной толпе школяров видно сразу, с огромными букетами и неподдельно искренними эмоциями. Малыши открывают новую страницу своей жизни. Многие из них охотно демонстрировали свою подготовленность. Многие из них охотно демонстрировали свою подготовку. По-своему, этот день волнителен и для родителей, которые сегодня привели своих детей и посадили их за школьные парты. Учебный год, по их словам, это в первую очередь испытание для них самих. Мы в этом году в пятом классе уже, в пятый класс перешли. Сегодня большой день, сегодня праздник всех. Поздравляю с праздником сегодняшним. Дети красивые, красочные. Мамы еще красивее. Поздравляю весь народ Абхазии с днем с днями 1 сентября. Басиль Маршан, наш соотечественник из Сирии, вернулся на родину 2,5 года назад. Сегодня его сын перешел во второй класс. Привел сегодня моего сына Беслан, перешел на второй класс. Он тоже заканчивал первый класс. Я очень рад, такой сегодня замечательный день. И для меня тоже от сердца скажет, что когда видишь, что дети ходят из школы, это значит, что наше будущее еще впереди. Я говорю, всем первым это здоровье. А потом учеба. Поэтому есть пословица, говорят, хорошее здоровье, а хорошее значит знание. Директору и педагогическому коллективу 10-й школы в этот важный день в очередной раз удалось создать атмосферу праздника для детишек. Хочется пожелать всем школьникам светлого будущего и высоких достижений в учебе. Илана Казинба, Торник Амичба, Абаза ТВ. Главные герои на празднике Дня знаний – первоклассники. В девятой школе их сегодня 16. В стенах школы у них пройдет 11 лет жизни, веселых и непростых, память о которых останется на всю жизнь. Именно они, яркие, нарядные, с любопытными горящими глазами, создают атмосферу праздника и являются в этот день оправданием всех надежд, которые на них возлагают взрослые. И надо признать, для этих надежд у взрослых есть вполне весомые основания. Кому-то только предстоит обучиться науке чтения и письма, а для кого-то из первоклашек это уже пройденный этап. Очень хотела я пойти в школу. Ну, мы с мамой цифры, буквы учили, а цифры умею писать. Я учила по-русски, по-русски, я не знаю, мы тоже по-русски знаем. Я люблю школу, я хотела очень в школу. Не меньше других в этот день волнуются и педагоги. Для Карины Гучан этот первый класс уже второй по счету в ее преподавательской деятельности. По ее собственному признанию, с годами она волнуется все больше. Надеемся, все будет нормально, хорошо. Программа очень в этом году сложная. Надеемся, мы все выполним. Есть еще один класс, для которого этот день знаний особенный. Это, конечно, 11-й, выпускной. Последняя школьная 1-е сентября, как говорят, без пяти минут выпускники, приходят неожиданно. Ну, это вообще радостный день. 1-е сентября в 11-й класс. Последний раз даже не верится, что в 11-м классе не хочется заканчивать школу. То, что в последний раз, ну, вообще не верится. Я, конечно, рада, что я перешла в 11-й класс. Очень жалко, что это последний год. Очень хочется остаться еще на несколько лет в школе. Очень жалко обращаться со своими одноклассниками, учителями, со школой вообще. Весь день школьники принимают поздравления от педагогов, родителей. В свою очередь, ребята подарили всем танцы, стихи и песни. Торжественная линейка в 9-й армянской школе имени Ована Сетхуманяна по традиции проходит на армянском языке. Однако государственный абхазский всегда стоит рядом с родным для ребят языком. Здравствуй, школа дорогая, школа солнцем залетая. Наш простворный светлый класс, ты с любовью встречишь нас. Мероприятие традиционно завершилось возложением цветов к памятнику великого армянского классика Ована Сетхуманяна, именем которого и названа школа, и передачей главного символа праздника – колокольчика, означающего переход учебной эстафеты от старшеклассников к самым юным школьникам. Хочется верить, переход Абхазии вместе с подрастающим поколением к переменам, осуществлению самых смелых надежд. Элияна Рагилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. Открыла свои двери для учащихся первая сухумская школа имени Баграта Шунгба. 80 детей впервые переступили порог школы, в которой три первых класса. С ними будут заниматься опытные учителя. После торжественной линейки здесь для детей начался первый урок – традиционный урок мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первые классы к нам пришло 80 учащихся. Это три первых класса. С ними будут заниматься опытные, знающие дело учителя. Всех учащихся, всех родителей поздравляю с Новым учебным годом. Желаю удачи, здоровья. Я думаю, что в стране произойдут перемены и наши школы еще больше получат от правительства внимания. В Азюбжинской средней школе отмечали два знаменательных события – День знаний и окончание капитального ремонта, проведенного за счет российской финансовой помощи. Официальное открытие школы планируется провести через полтора месяца. В первый класс пошли 9 детей. В подготовительной нулевой – 15 детей. Всего за новенькие школьные парты сели 77 детей. Трое из них – ребята из семей сирийских беженцев. Поздравить школьников приехали гости из Сухума, в их числе и представители сотовой компании «Амубайл». Репортаж Елена Лолуа. Звонки и переливы школьного звонка известили о начале нового учебного года в Азюбжинской сельской школе Ачимчирского района. Первый раз в первый класс сюда пошли 9 детей. Всего за школьные парты сели 77 ребят. Трое из них – дети из семей сирийских беженцев. На торжественной линейке с напутственными словами к ученикам обратились директор школы Ирина Пантия и педагоги. Дети читали стихи и демонстрировали мастерство в исполнении абхазских танцев. Поздравить школьников приехали представители сотовой компании «Амубайл». Разноцветные шары с логотипом компании украсили парадный вход в школы. После торжественной линейки коллективного фото на память и возложения цветов у доски памяти выпускников школы, погибших в грузино-абхазской войне, дети вмиг разбежались по отремонтированным и уютным классам. А компания «Амубайл», следуя традициям, преподнесла первоклашкам школьные принадлежности. Первый сентября – это одновременно очень волнительный и очень радостный праздник. Я сама сегодня волнуюсь, глядя на лица первоклашек. Уверена, что они с нетерпением ждали этого дня. Очень хотелось сегодня сделать им что-то приятное. Видеть радостные лица первоклашек и вообще всех ребят – это, наверное, самое лучшее, что возможно в нашей жизни. От всей души поздравляю всех ребят с первым сентябрём, с Днём Знаний, желаю успехов в учёбе и только положительных эмоций. От первоучительницы зависит, насколько быстро дети войдут в школьную колею. Педагог Елизавета Муцба говорит, что с нетерпением ждала начала учебного года. Хочу вообще всех поздравить с этим праздником. Желаю всем здоровья, главное – мира, процветания нашей республики. Спасибо Амабайлу за такой красивый праздник, который вы нам сегодня устроили. Многие ребята соскучились по школьным будням и готовы приступить к занятиям. Батлон Дзадзами перешёл в 11 класс. Он благодарен учителям, которые обучают его школьным премудростям. Я хотел бы поздравить всех наших учителей с Днём Знаний с 1 сентября и первоклашек. Три девочки, которые приехали с родителями из охваченного войной сирийского Дамаска, продолжат учёбу в этой школе. Две из них перешли в 8 класс. Девочки говорят, что пока им тяжело даётся обучение на абхазском и русском языках, но у них есть большое желание учиться. Я уходишь на Сирию, я уже в 8 класс, здесь все красиво. И у меня есть две брата, они здесь работают. 1 сентября – волнительный день не только для ребят, но и их родителей. Юлия Павличенкова – многодетная мать. У неё шестеро детей, пятеро из них – ученики от Зюбинской школы. И надо сказать, что очень порадовало, что школа новая, после ремонта, что такие удобные классы. Вот я считаю, например, для детей очень важна эстетическая составляющая, потому что то, в каком состоянии они растут, то, как они видят вокруг себя мир, это чётко формирует их представление вообще о мире. Спасибо Мамайлу. Педагогический коллектив школы укомплектован. Это у них, учителей, самая важная миссия – давать знания, развивать способности, воспитывать в детях патриотизм, обучать истории родной страны. Мы очень счастливы, что наша школа выглядит красиво. У нас прекрасное настроение, мы хотим работать, у нас отличные дети, и мы надеемся, что у нас всё будет хорошо. У детей началась новая, полная интересных открытий и достижений школьной жизни. Они сделали ещё один шаг во взрослую жизнь. Или на Лолу Араму Камке, Абаза ТВ. Ровно 10 лет назад, 1 сентября 2004 года, в школе номер 1 северо-осетинского города Беслан вместо первого звонка прозвучали выстрелы. Здесь произошла одна из самых страшных трагедий в современной России. Боевики захватили заложники. В заложники 1200 учеников и учителей школы. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека. 186 из них дети. Сегодня в Беслане день скорби. Как все послевоенные 10 лет, 1 сентября тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. В памяти о детях-заложниках, к стенам разрушенного спортивного зала, где их держали, приносят игрушки и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. В памяти о жертвах трагедии зажжены 334 свечи. Траурные мероприятия будут продолжаться три дня. Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнование главе Республики Северной Осетии Аланья Тему Разумам Сурову по случаю 10-й годовщины Бесланской трагедии. «Прожило уже 10 лет со дня трагедии в Беслане, но в наших сердцах не ослабевает боль утраты. Этот беспримерный по цинизму и жестокости преступный акт, направленный против самого дорогого для каждого человека, против детей, продемонстрировал всему миру, что не может быть никаких компромиссов в борьбе с террористами, утратившими всякие представления о человечности и морали. Народ Абхазии скорбит вместе с родными и близкими погибших, вместе со всем братским осетинским народом», отмечается в соболезновании. Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию. В Арсмира собрались представители практически всех средств массовой информации, чтобы задать свой вопрос лично президенту. Подробности в репортаже «Белла Квартия». Избранный президент Рауль Хаджимба начал встречу со словом благодарности в адрес всех журналистов. Он высоко оценил добросовестное и внимательное освещение событий последних месяцев сотрудниками различных СМИ. Первый вопрос, заданный журналистами, касался визита Хаджимба в Москву. Реформирование политической системы, социально-экономическое развитие республики, безопасность. Спектр вопросов, на которые отвечал избранный президент, охватывал практически все сферы жизни страны. Один из вопросов касался переориентации экономики и судьбы крупных недостроенных объектов. Я не хочу действовать под теми лозунгами. До основания все разрушим, а потом построим новый мир. Думаю, что нужно это обсуждать, нужно говорить о возможности использования всех этих начатых работ. И средства, которые были выделены, конечно, они достаточно огромны. Может быть, было бы целесообразнее эти деньги направить на другие проекты, которые важнее были бы для Абхазии. Но есть то, что есть. Мы будем это обсуждать, разрушать ничего не собираемся. Будем строить. Вопросы, которые задавали избранному президенту, в ряду самых обсуждаемых и актуальных в обществе. Журналисты просили прокомментировать ситуацию с железной дорогой. Спрашивали о возможностях создания коалиционного правительства. А также затрагивали тему переустройства государственной границы с Россией. Без открытия границы, в том, какого варианта мы его представляли, наверное, будет очень сложно говорить о экономическом развитии нашего маленького государства. Действительно, ситуация на границе желает лучшего. Там огромные очереди машин и людей, несмотря на то, что граница вроде бы обустроена. Например, в тех же странах Европы вы не найдете на границах так называемых пограничников и тамошников. Все процедуры проводятся в соответствующих подразделениях. Надеюсь на то, что здесь тоже будет такая же ситуация. Границу никто не отменяет. Оперативные работы, необходимые для того, чтобы не допустить всякого рода нарушений, будут проводиться. Что касается кредита железнодорожного и касающегося банковского кредита, да, были разговоры. И я, во всяком случае, пытался донести о необходимости решения этой проблемы в свете тех сложностей, которые есть у абхазской стороны. И я надеюсь, что поддержка в этом вопросе будет нам оказана. Разговор коснулся развития малого бизнеса в Абхазии и возрождения села. Рауль Хаджинба также прокомментировал ситуацию с церковным расколом в стране. Наверное, нужно подойти к решению этих вопросов с учетом мнения нашего общества, необходимостью той, которая складывается в настоящее время. Я больше чем уверен, это даст положительный результат. Мы есть часть православного мира, и поэтому говорить нужно о том, чтобы эти отношения сохранить и приумножать. А мы часть православного мира, и мы должны следовать этим канонам. Избранный президент заявил о необходимости снятия запрета на покупку первичного жилья иностранными гражданами. Он также рассказал о своем видении судьбы аэропорта в стране, а также коротко остановился на вопросах кадровых перестановок в руководстве республики. Что касается аэропорта, действительно разговор был, и при правильной постановке вопроса не сомневаюсь, что аэропорт будет функционировать. Если не на уровне международных полетов, то по линии связи с Россией это вполне реально реализуемо. Как только начнутся первые полеты, поверьте, интерес к аэропорту возникнет и у других. Что касается кадровых перестановок, да, надо начинать с определенных структур, в части касающихся. Не сомневаюсь, что я буду правильно понят, это правоохранительная структура, это генеральная прокуратура. Очень много должно произойти перемен, не только в кадровом вопросе, но и в сознании своих сотрудников. Что касается остальных кадровых вопросов, я не сомневаюсь, вы это увидите после 25 числа. Избранный президент пообещал начать реформу политической системы страны с усилением роли парламента уже до конца этого года. После инаугурации, которая состоится 25 сентября, новый президент планирует жить в своем доме, где находится и сейчас. Была Кварча, Раму Камки, Асас Рыква, Агуха, Абаза ТВ. Напомним, что в июле 2013 года при поддержке Международного комитета Красного Креста абхазские и аргентинские эксперты провели сгумацию неопознанных останков, захороненных в парке Славы. Благодаря проведенной работе уже опознаны 19 солдат. Работа по идентификации продолжается. Всего пропавшими без вести считались более 150 бойцов. В связи с Международным днем пропавших без вести в 15.00 была объявлена общенациональная минута молчания. А вечером на набережной перед драмтеатром, где в памяти пропавших без вести установлен фонтан с питьевой водой, были зажжены поминальные свечи. Алмаз Джапо избран депутатом парламента по Члоускому избирательному округу номер 26. В результате состоявшихся выборов Алмаз Джапо набрал 50,48% голосов избирателя округа. Об этом сообщил журналистом председатель ЦИГБА Талдабагуа после заседания Центризбиркома. В соответствии со статьей 37 закона о выборах депутата Народного собрания парламента Республики Абхазии, в связи с досрочным выбытием депутата парламента по округу номер 26 Члоускому, состоялись повторные выборы 31 августа. Выборы прошли в соответствии с законом о выборах депутата Народного собрания парламента Республики Абхазии. Жалобы и заявлений со стороны кандидатов не поступало ни в участковую комиссию, ни в окружную, ни в Центральную избирательную комиссию. В результате состоявшихся выборов и избранным решением окружной комиссии на основании статьи 34 закона о выборах депутата Народного собрания, набравшим 50,48 от числа избирателей, принявших участие в голосовании, считается Джапо Алмаз Северянович. На этом этапе фактически парламент сформирован и в ближайшее время выборов, по крайней мере, не предвидится, если не считать, что наверняка по еще одному округу уж точно опять будут выборы в соответствии с той же статьей закона о выборах в связи с тем, что по основании статьи 37, в связи с досрочным выбытием депутата, переходом на другую работу. Депутаты уходят на парламентские каникулы. Решение об этом было принято в понедельник на последнем заседании весенней сессии Народного собрания. Каникулы продлятся до 22 сентября. По приглашению президента ПМР Евгения Шевчука делегация Республики Абхазия находится в Тирасполе для участия в торжествах, посвященных 24-й годовщине со дня образования Приднестровско-Молдавской Республики. Возглавляет делегацию, исполняющую обязанности вице-премьера правительства Республики Абхазия Александр Страничкин. В ходе визита в Приднестровье у абхазской делегации запланированы встречи с президентом Евгением Шевчуком в правительстве и МИД ПМР. Минувшую пятницу Александр Серов выступил в Абхаз-Госфилармонии. Два часа популярные артисты, его музыканты, осветители и режиссеры работали над потрясающим шоу, которое стало еще одним праздником для жителей столицы. Наши корреспонденты побывали на концерте. Впечатлениями поделится Леонора Гилаян. Более 30 лет народный артист России Александр Серов любит до слез. Публику, концерты, творчество. Выступление в Сухоме стало для жителей и гостей столицы подарком накануне осени. В программу вошли хиты, любимые несколькими поколениями женщин. Перед началом концерта в интервью нашему телеканалу артист пожелал абхазскому народу мира и благополучия, признавшись, что наша республика его покорила. Я хочу поприветствовать республику Абхазия. Мы с Ксюшей Дежневой приехали сегодня поддержать вас, выступить, сказать лучшие слова в адрес ваших жителей. Действительно, Абхазия сегодня в центре внимания. Мы бы хотели, чтобы мир восстановился в такой степени, чтобы люди зажили более чем счастливо. Мы будем мечтать об этом и радоваться их успехам. Александр не стал задерживать концерты, не вдаваясь в долгие приветствия, сразу начал вечер с песен о любви, о женщинах и чувствах. Песен о любви, о женщинах и чувствах. Популярные хиты поднимали абхазского слушателя с кресла и заставляли двигаться в такт. Концерт Александра Серова продолжает уже сложившуюся традицию приглашения звезд российской эстрады на празднование, посвященные Дню признания России и независимости Абхазии. Концерт проходит в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2014». В этом году это уже третий проект по сезону. Впереди у нас достаточно много крупных проектов, которые будут проходить как в России, так и в нашей республике. 23 сентября мы ожидаем приезд Иосифа Капсу. Творчество Александра Серова не первое десятилетие возвышает любовь. Вот и зрители, пришедшие на концерт в абхазской столице, вне зависимости от пола и возраста, уходили однозначно влюбленными. Несмотря на то, что Александр Серов является кумиром моей мамы, я и мое поколение выросли на его репертуаре. Очень добрые, романтичные, душевные песни. Мне нравится. Почти с юности, как он начал петь, так и слушаю. Так же и Пугачева, так же и его. С самого начала, по телевидению, он приезжал к нам в город, в Салихард, это на Полярном круге. И там его выступал прекрасно. Я, собственно, как поклонник. У меня песни на дисках дома имеются, в машине. Так вот, мне нравится, как поет. Вообще, его весь репертуар нравится. Любовь возвратится к тебе. Так называется концертная программа, с которой Александр Серов вышел на абхазскую сцену. Именно на концертах, в переполненных залах, чувствуется, что любовь, которую десятилетиями дарит Серов слушателям, к нему возвращается. Элеонора Гилаян, Сасры Куагуха, Абаза ТВ. Артем Табарян стал победителем открытого шахматного турнира, посвященного Дню международного признания Абхазии. Турнир прошел 26-27 августа в Сухомской шахматной школе имени Карпова. В нем участвовали 50 шахматистов из разных городов и районов Абхазии. Победители определились и среди ветеранов, и детей, мальчиков и девочек в разных возрастных категориях. Сейчас о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков, 2 сентября в столице ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 31, ночью 22 градуса тепла, морская вода плюс 28. На этом пока все. Удачи, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова